Документация для Мэри Поппинс в Москве презентовали в ГОС дошкольного образования. На мировом рынке образования тоже встречают по одежке. Молодые дизайнеры готовы изменить внешний вид российского образования. Донской государственно-технический университет продвигает спортивную культуру в массы. Воспитывают ростовчане личным примером. Вот оно и свершилось. В дошкольном воспитании появились стандарты. В момент их формирования были споры. А применимо ли жесткое понятие «стандарт» такому удивительно нежному периоду жизни, как раннее детство? Видимо, вопросительный знак уже сменили на точки. И расставили их на презентации в ГОС дошкольного образования. Александра Стрельникова в числе первых узнала, какими они будут. Первые в жизни в ГОСы. От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до пятилетнего целая вечность, писал Лев Толстой. Вот эту самую вечность и должен охватить федеральный стандарт дошкольного образования. В ГОС разрабатывался впервые в соответствии с требованиями нового закона об образовании. Глава рабочей группы Александр Осмолов заверил, что специалисты действовали по принципу Гиппократа «не навреди». В разработку этого стандарта вошли люди с разными взглядами, разными подходами. Но ключевая задача была сделать стандарт детства ради детства. И найти стратегию согласия, чтобы все наши споры, все наши обсуждения служили одному. Чтобы появился гетоцентрический стандарт. Стандарт ради ребенка. В стандарте прописаны требования к структуре образовательных программ, к условиям их реализации. Это материально-техническая база, финансовая и, конечно, кадровая. Но никаких нормативов развития ребенка, обязательных к исполнению, в документе нет. Дети не будут проходить промежуточную аттестацию. Акцент сделан исключительно на индивидуальном психолого-педагогическом подходе. Воспитатель должен направлять и поощрять ребенка. Вот в этом стандарте взрослому определена иная функция. Да, конечно, он проводник в мир человеческой культуры. Но при этом он человек, который является посредником. То есть человеком, предоставляющим инициативу ребенка. Поощряющим его активность, его любознательность. Пока к такой работе будут готовы не все педагоги. Эксперты столкнулись с тем, что существующая система подготовки воспитателей не соответствует требованиям нового стандарта. Это сопровождение разных детей. Детей с ограниченными возможностями здоровья. Детей с особенностями, с инвалидностью. И это все должно быть учтено в системе подготовки. Проект стандарта опубликован на сайте Миноборнауки и открыт для общественного обсуждения. Все специалисты и заинтересованные лица, и даже те, кто просто чувствует в себе задатки Мэри Поппинс, могут отправить на указанный адрес замечания и предложения. Через две недели в ГОС окажется на столе членов Совета Минобора в ожидании своей участи. Эксперты не исключают, что документ будет направлен на доработку для внесения поправок. Александра Стрельникова, Андрей Савин. Телеканал Просвещение. Небывалую известность принес Минобор в прошлом году мониторинг вузов. Первая волна стала настоящим цунами, надолго взбудорашив образовательное сообщество. И вот на этой неделе озвучили критерии очередной массовой проверки. Как сообщил на совещании с ректорами в Миноборнауке России замминистра Александр Климов, новый мониторинг стартует 15 августа этого года. В нем примут участие все государственные и негосударственные вузы. Кроме того, появится новый шестой показатель – трудоустройство выпускников. Будет введено шесть групп по специфике вузов. Творческие вузы – спортивные, медицинские, сельскохозяйственные, транспортные, силовой и военной направленности. Для таких учебных заведений будет введен седьмой показатель в оценке. Например, для творческих вузов – это доля работников, лауреатов премий и конкурсов. Плюс модифицирован один из шести показателей. Кроме ЕГЭ здесь будут учитываться результаты творческих испытаний. Несмотря на множество сломанных копий, остался критерий «Международная деятельность учебных заведений». Для вузов Москвы и Санкт-Петербурга пороговым значением будет 3% иностранцев от общего количества студентов. Для региональных вузов – 1%. В филиалах этот критерий учитываться не будет. Пороговые значения по всем остальным критериям мониторинга останутся на уровне 2012 года. Как и в прошлом году, если учебное заведение справляется как минимум с тремя показателями мониторинга, оно признается эффективным. В четверг, 13 июня, выпускники российских школ сдавали ЕГЭ по географии и литературе. Это последнее испытание в расписании основной волны единого государственного экзамена 2013 года. ЕГЭ по географии выбрали более 33 тысяч школьников. Экзамен по литературе решили сдать более 57 тысяч. Для сравнения, число школьников, сдавших в начале недели ЕГЭ по обществознанию, оказалось в 10 раз больше – почти 515 тысяч. Вместе с пунктами приема экзамена подводят итоги работы горячей линии в общественной палате. С начала единого госэкзамена поступило более 4 тысяч звонков. В основном жалуются на низкую квалификацию учителей, развитие так называемого ЕГЭ-туризма и публикацию ответов в интернете. Дело время, потехи – один день. В среду страна отметила День России. Несколько тысяч мероприятий прошли в городах и весях страны. В Москве взрослые танцевали под дождем, дети проводили химические опыты, а в парке «Сокольники» не открыли волну для серфинга. Теперь по порядку. Дождь стал неожиданным участником парада округов. В День России исторический карнавал стартовал от Пушкинской площади. Его готовили все округа Москвы. Артисты продемонстрировали несколько эпох – от богатырей Киевской Руси до достижений Советского государства. Весь мир узнал имя первого человека в космосе Юрия Алексеевича Гагарина. 45 минут полета совершили переворот в представлении о пространстве и его пределах. Действия репетировали в течение недели. Парад прошел по Тверской улице, театральному проезду и Лубянской площади. После шествия платформы разместили на проспекте Сахарова. Культурно отметили День России в парке «Красная пресня». Там прошел второй фестиваль современного российского искусства «Форма». На экспериментальной площадке соединились все формы культуры – музыка, современное искусство, театр, перформанс, поэзия, дизайн и современный танец. На двух сценах фестиваля прошли выступления более 20 российских музыкантов. Зрители стали свидетелями лучших перформансов последнего десятилетия и поэтических чтений. У нас в теории практики делают дискуссии про то, где жить к креативному классу в Москве, что делать с образованием, почему мы не воспитываем, не образовываем экспертов, а у нас только эрудиты появляются. Как это, соответственно, что с этим делать. Химическими опытами заняли детей в шатре культурного центра ЗИЛ. Здесь провели день ребята одной из тематических смен городского лагеря. Этим летом в культурный центр ЗИЛ родители могут привезти свое чадо и оставить там на целый день. У детей есть возможность пообедать и даже есть полдник в летнем лагере. И там абсолютно расписана программа всего летнего лагеря. Есть игры на свежем воздухе и какие-то интересные мастер-классы, лекции, выезды, опыты. Очень много всего в зависимости от тематики смены. А в конце смены презентуют какой-то проект, который они сумели сделать за эти счастливых 12 дней. На арт-острове фестиваля выставочная экспозиция на открытом воздухе. В этом году она называется «Форма будущего». Художники, не создавая утопии, постараются показать будущее, в осуществлении которого действительно верят. Не обошлось и без интерактивных композиций. Самостоятельно создать арт-объект гости парка смогли благодаря проекту «Студии варенья». Суть того, что это вселенная. С помощью разрозненных сил, которые мы здесь видим тоже олицетворенных в качестве гостей фестиваля. Разных полов, возрастов. И множество деталей, которые сами по себе, может быть, на что-то похожи, а может быть, не похожи ни на что. А в Саранске в этот день отметили тройной праздник. День России, день столицы республики Мордовия. И то, что впервые в этот город пришел огонь всемирных летних студенческих игр. Городу исполнилось 372 года. Эстафета огня универсиады стала своеобразным подарком. За полтора часа по килоносце преодолели 4 километра. Завершилась эстафета флэшмобом на главной площади города. ПЕСНЯ Шествие и парады – не все, что происходило в День России. В столице студенты устроили культурную революцию. Провели ребрендинг образования. Происходило все в самом подходящем для этого месте в Институте Стрелка. Здесь подвели итоги конкурса «Пост-Ит Эверс». Как на некреативной почве обучать креативных? Молодые дизайнеры решили изменить почву российского образования. А точнее, видимую ее часть бренд. Первые ростки урожая идей представили на премии «Пост-Ит Эверс». На брендинг образования на Стрелке решили провести совместными усилиями. Идеи молодых дизайнеров не просто развиваются в толпе. Глаз народа решили зафиксировать. Самым креативным положен лайк. Прошло. Пришел всегда я здесь. Методом лайков определили плакат «Идейно близкий народу». Выбор пал на иллюстрацию к фразе «Знание – сила, а не знание – рабочая сила». Видимо, престижность рабочих специальностей у молодежи до сих пор под большим вопросом. Часть плакатов студента посвящена вариациям на уже известные мысли. Например, эта фраза «Тяжело учение, легко в раю» или «Приходится к нам учиться, всех научим рисовать». Студенты британской школы высшего дизайна вообще предлагают не обучаться на экономистов, а учиться стричь бороды. Студенты университета печати зазывают на день открытых дверей с помощью кошечек. Ну а лидером по количеству дизайнерских фантазий является фраза «Знание – сила». Если над плакатами министерство не задумывается, то менять систему образования придется самим, шутят организаторы, представители рекламных агентств. Мы участвуем в одном проекте и участвуем в создании, по крайней мере, факультета дизайна в одном вузе, топовом, российском. Пока я не буду раскладывать карты, но как раз... Это московский. Московский, но он имеет очень много филиалов по всей стране, поэтому... И как раз там будут внедряться новые методологии образования в дизайне. Помимо 50 плакатов про образование, студенты представили 20 фирменных стилей для вузов. Также от 12 «Альма-Матер» студенты сняли промо-ролики. Здесь победа досталась студентке школы компьютерной графики «Скримскул» Екатерине Лукьянчик. Это проект для школы «Скримскул». Ролик, который показывает школу со стороны проектов выпускников, а также людей, которые учатся на данный момент. Большее количество призов разобрали известные и престижные вузы. Но для этих гигантов и брендинг не самая насущная проблема. В будущем дизайнеры обещают сосредоточиться на менее известных, но не менее перспективных учебных заведениях. Наталья Иршова, Александр Шкарбанов, телеканал «Просвещение». Конец света все представляют по-разному. Есть мнение, что когда мы все уткнемся в экраны компьютеров настолько, что перестанем видеть реальность, вот тогда он и наступит. Это, конечно, довольно резкое заявление, но вопрос, является ли абсолютным благом всеобщей информатизации, остается открытым. Дискуссия на эту тему состоялась в Центре современной культуры «Гараж». Подробности в немного пугающем и очень притягательном видеоотчете Александры Стрельниковой. Название дискуссии «Айти как культурное явление» не нуждается в знаке вопроса. Информационные технологии давно стали не только инструментом для жизни, но и средой обитания. Обновленный «Гараж» в парке Горького не стал исключением. Ознакомиться с историей Центра современной культуры теперь можно с помощью тачскринов. От корпорации «Майокрософт Гараж» получил гранты на программные продукты. С их помощью будет оцифрован самый большой архив современного российского искусства. Эти современные продукты просто помогут «Гаражу» лучше делать свою работу. То есть там будут и современные продукты «Офис», «Виндоус», «Линк» и, естественно, серверные решения, например, для оцифровки контента. Совершить виртуальный тур по Третьяковской галерее или посмотреть балет Мариинского театра теперь возможно и через интернет. Искусство стало доступно не только тем, кто живет в центре событий, но и тем, кто хочет приобщиться к нему из глубинки. Предоставляет возможность посетить лекции онлайн и образовательный центр «Гараж». Мы уже запустили, это трансляция прямая, то, что происходит здесь в интернет. И мы также готовим сайт, где будет располагаться база данных, архив всех лекций, занятий, где это все можно будет посмотреть, узнать. И люди из регионов смогут получать ту же информацию, что и жители Москвы. Пример взаимодействия искусства и IT-технологий продемонстрировали создатели перформанса «Абстракт Волл». Сенсоры «Киннект» реагируют на движения танцоров, тем самым рисуя абстрактные картины. В качестве холста интерактивный экран в роли кисти – тело художника. Нам было важно передать то, как движение, художественный образ, пластика, музыка – все могут смениться в одном произведении искусства. И все-таки обольщаться совершенством информационных технологий не стоит, предостерегают деятели культуры. Быстрота передачи и краткость информации в блогах привела к предельному упрощению мысли и безмолвному лайку. А безграничная свобода и доступность инструментов лишила настоящего художника монополии на высказывание. Социальные сети, 3D-технологии, IT-дизайн. Виртуальная реальность завораживает и порой может поглотить нас полностью. Но так же, как и эта инсталляция, она не сможет жить без человеческой энергии. Александра Стрельникова, Илья Титов. Телеканал «Просвещение». К новостям университета. Федеральные вузы будут разрабатывать совместные образовательные программы. Решение принято на совещании ректоров федеральных университетов. Оно состоялось на базе САФУ в Архангельске. На встрече подписали соглашение о сотрудничестве между Казанским и Северным Арктическим федеральным университетами. Между правительством Архангельской области и правительством Татарстана давно существует серьезное соглашение о сотрудничестве. Так же, как между городом Архангельском и Казани. И одна из самых крупных национальных диаспор, которые проживают на территории Архангельской области, это татарская диаспора. И было дано поручение президентам Татарстана с одной стороны и губернаторам Архангельской области с другой стороны, чтобы мы еще и подписали соглашение о сотрудничестве двух федеральных университетов. И продумывали совместные образовательные программы, научные исследования и какие-то программы, связанные с активностью молодежи, студенчества. И сегодня это событие состоялось. Сегодня принято решение, что мы начинаем интегрироваться. Поскольку, когда мы конкурируем в международном пространстве, каждый из нас недостаточно сегодня силен. Поэтому мы решили объединить наши ресурсы, как человеческие, так и материальные. Одним договором о сотрудничестве дела не ограничится. Ректоры договорились создать клуб девяти. Объединение всех федеральных университетов. Это соглашение планируется подписать на следующей встрече. Она состоится в Казани 7 июля в рамках Всемирной студенческой универсиады. Недельная стажировка в Америке в университете Пердью ждет студентов Нижегородского государственного университета победителей конкурса «Инна бизнес». Пять проектов получили одобрение экспертов. Конкурс инновационных бизнес-идей проходит в популярном сейчас формате «Элеватор-пич». У участников есть две минуты, чтобы заинтересовать потенциального инвестора. Мой проект называется «Разработка новых противораковых препаратов». И его цель – разработать и синтезировать новые лекарства, которые из всего организма будут выбирать именно клетки, больные раком. Оставляя при этом здоровые, неповрежденные клетки без изменений. Сейчас проводятся биологические исследования. Конкурс проходит в рамках российско-американской программы «Эврика». Цель проекта – формирование в национальных исследовательских институтах России инфраструктуры для реализации научных разработок. Победители конкурса научат, как претворить научную идею в успешный бизнес-проект. Яркое и спортивное лето в Ростове-на-Дону. Корреспонденты ДГТУ-ТВ порадовали сюжетом о семейном празднике представителей вуза. Не сессии единый живет высшая школа. Папа, мама, я – спортивная семья. Уже не первый год в Донском государственном техническом университете проводится это мероприятие. Популярность этого мероприятия возрастает среди сотрудников ДГТУ. В принципе, сегодня проигравших не будет. Знаете почему? Потому что они уже победители в том, что они уже пришли сюда. Первое место, второе, третье – это символическое. Они уже одна семья. Да, на самом деле цель этих соревнований – не спортивные достижения, а тем более рекорды. Главная задача – сплотить семьи сотрудников. Ведь именно в таком соревновании в общей борьбе за победу и крепнет дружба и взаимопонимание в семье. Знаете, это очень прекрасные и хорошие мероприятия. Таких мероприятий надо проводить масштабно. Есть такая мечта, чтобы всех сотрудников вуза вывезти, со всеми студентами, вот эту площадь, парк, все, полностью, чтобы были заполнены студентами и сотрудниками. В соревнованиях приняли участие 9 семейных команд от факультетов, филиалов, колледжей, структурных подразделений университета. Впервые в соревнованиях выступили представители 2-го Донского императора Николая II Кадетского корпуса, совсем недавно вошедшего в состав ДГТУ. У команд были равные шансы на победу, все зависело от дружбы и сплоченности коллектива. Университет не был бы университетом, если бы соревнования, даже спортивные, не завершил интеллектуальным конкурсом. И вот настал момент оглашения результатов соревнований «Папа, мама, я. Спортивная семья». Воистину в этих соревнованиях не было побежденных, никто не остался без подарков. Но главными героями дня были дети, будущие студенты ДГТУ, которые вместе с родителями учились дружить и побеждать. Мария Надеина, Никита Кардо, Яков Кардо, ДГТУ ТВ. Специально для телеканала «Просвещение». Парки Москвы станут читальными залами и книжными магазинами. Молодые архитекторы уже сконструировали павильоны для издательств. Так называемые «Гоголь-модули» установят в каждом парке. Акция стартует в музеоне. Вот таким событием ознаменуется начало следующей недели. А об остальных новостях мы, как всегда, расскажем, когда наступит наше время. Аминь.